Программа поддержки местных инициатив предусматривает выделение на конкурс на основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для сельских поселений, на решение вопросов местного значения. При этом отбор и реализация проектов поселения осуществляется при активном участии населения. Наша республика на реализацию данной программы предусмотрела 300 миллионов рублей. Мы можем только приготовить, помочь правильно провести собрание, правильно оформить документы. Кто выиграет, это решает все. Компьютер, баловая система. Там есть несколько критерий. Например, вовлеченность населения, сколько процентов населения пришло на последнее собрание. Это показывает, насколько это актуально, интересно этому поселению. Есть другие критерии. Уровень софинансирования. Минимальный уровень софинансирования – это 3%, это дает только проходные баллы. И максимальный, который обычно дает, это 20% собирает население само. Но это получает уже по 100 баллов хорошие проценты. Население решило что-то делать, оно собирает деньги, но у них не хватает. Вот в таких случаях только применяется этот проект. Например, если население соберет 100 тысяч, с 20% они могут уже с хорошими баллами претендовать на 500. Обычно еще в муниципалитет добавляют 20%, еще 100 тысяч. Наличие спонсоров тоже для максимального балла – это 10%, это еще 50 тысяч. Итого получается 750 тысяч, да? Вроде бы собрали только поселение, чтобы решить свою проблему. 100 тысяч собрала, но участвуя в проекте, они могут получить в итоге 750 тысяч. Республика на реализацию одного проекта выделяет до 1 миллиона рублей. Учитывая, что участников много, а выделенных денег на всех не хватит, в июне текущего года принято постановление правительства республики о реализации на территории республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, согласно которому утвержден порядок проведения конкурсного отбора для участия в данной программе. Финансирование проекта состоит из нескольких частей бюджета республики уровня софинансирования проекта со стороны бюджета сельского поселения, со стороны самого населения, со стороны организации и других внебюджетных средств, а также вклада населения, вклада организаций и других внебюджетных источников в реализацию проекта в неденежной форме, то есть это может быть помощь в уборке, посадке, помощь материалами и так далее. Обычно, когда собрание начинаем, все начинают с недоверием. Обычно говорят снова ММА, пришли деньги собирать. Деньги сегодня никто не собирает. Деньги собирают только в том случае, если их проект побеждает, проходит конкурс. Когда приходит подтверждение о том, что на их счет перечисляются деньги, только они тогда должны в течение двух недель собрать обещанную сумму. Мы собираем пока их честное слово, обещание. Первого числа последнее собрание, числа десятого уже последний день подачи заявок, ориентировочного. Участником программы может быть городской округ или сельское поселение. Основные направления проектов – это объекты культуры, объекты физической культуры и спорта, места массового отдыха населения, детские площадки и прочие объекты благоустройства. Для участия в программе в первую очередь необходимо проведение собраний населения для выбора приоритетного проекта. У нас в сельском поселении проходит собрание жителей по вопросу поддержки малых инициатив, то есть поддержки тех инициатив, которые выдвигают жители нашего села. Для этого мы предварительно провели опрос, анкетирование, чтобы узнать, какие наиболее значимые социальные моменты, социальные проблемы у нас есть в селе. И для участия в конкурсе, который предполагается финансирование как Всемирным банком, так и местным бюджетом, а также и участие самих жителей в решении тех проблем, которые у нас есть. Поэтому на сегодня мы выберем наиболее значимую проблему для нашего села и способы ее решения, то есть как мы будем финансировать и как решать данную проблему. Во всех сельских поселениях проходят аналогичные собрания граждан, на которых будут определены приоритетные проблемы для поселения. От степени участия населения и организации напрямую будет зависеть общий успех участия в данном проекте. Следующий этап – подготовка и направление заявок, которые пройдут конкурсный отбор.